добрый день коллеги меня зовут анна морозова и сегодня у нас с вами третий вебинар из курса продажи новостроек в агентстве недвижимости подскажите пожалуйста насколько хорошо меня слышно и видно поставьте пожалуйста плюсики если все в порядке добрый день михаил спасибо за личное приветствие здравствуйте так все ли меня слышат могу ли я начинать вещать так хорошо отлично благодарю ну что ж напомню еще разочек что у нас сегодня 3 вебинар из курса что все пять вебинаров которые пройдут они все связаны между собой я так или иначе до раскрываю тему потихонечку каждая тема цепляется друг за друга да и 1 наверное самостоятельно ее трудно воспринимать здесь как раз важны все нюансы и вся цепочка размышлений и разворачивание технологии обслуживания клиента покупателя новостройки вот и сегодня тема такая наверное ключевая которая мы с вами проговорили про лет генерацию мы с вами проговорили про то что происходит у клиента в голове когда он ищет квартиру когда как он вообще приходит к мысли о том что ему нужно сменить недвижимость куда он ходит какие запросы он задает да поэтому для нас это было важно чтобы понять через какие каналы коммуникации с ним нужно взаимодействовать и почему а какие месседжи какие посылы ему выдавать какую информацию мы выдавать как выстраивать контент маркетинг если вы занимаетесь в том числе продвижением соцсетях как прогревать потому что мы понимаем что человек нам обращается иногда на стадии когда он не вполне готов покупки да и не стоит пренебрегать таким типом клиентов нужно всего лишь их прогревать производить с ними в отношении них тоже определенной активности не выкидывать их то что каждый лид до стоит денег и это очень очень немаленькие деньги потому что в том числе нам приходится конкурировать с бюджетами застройщиков это всегда очень и очень серьезные бюджеты так для тех кто еще со мной не знаком и присоединился впервые буквально две секунды о себе с этого начинается любой вебинар это обязательная история если вдруг вы когда-нибудь будете спикером не забывайте про этот факт итак зовут меня анна морозова с 2005 года я в отрасли работала в агентстве недвижимости 5 лет больше девяти лет я в девелопменте с 19 года это получается 4 года я плотно в консалтинге работаю с руководителями агентств недвижимости и с руководителями в девелопменте помогаю выстраивать коммерческие структуры все что касается маркетинга все что касается продаж и управления всем этим прекрасным наследием да и ресурсом я являюсь автором книги девелопер отдел продаж под ключ эта книга которая описывает полную технологию продажи новостройки общая организацию отдела продаж потенциально она может быть интересно и наверное руководителям агентств недвижимости потому что все-таки отрасль одна и многие вещи пересекаются технологические да и такие процессуальные поэтому рекомендую продаю свою книгу здесь мне кажется имею на это право сейчас руковожу консалтинговые компании которая называется бегом вот и что еще что еще и сегодня 3 еще раз да повторю о то что сегодня читаю для вас третий вебинар в отношении продажи новостроек в агентстве недвижимости ну что и начнем мы пожалуй с вами самого главного тезиса который я наверное выношу за главный слайд и это такая знаете боль на самом деле управленческая вот когда я сама работал менеджером по продажам или там риэлтором или иногда сейчас даже бывает когда мне приходится обслуживать клиентов я коллеги клянусь вам очень хорошо понимаю тех агентов по недвижимости тех менеджеров по продаж которые не любят работать в сером системе и которые не любят фиксировать там каждый свой вздох в программном обеспечении но как управление как собственник бизнеса как там управление с которой побывал на каждом этапе карьерной лестнице да и я понимаю что увы и ах без хотя бы элементарного фиксирования клиента в какой-либо системе в любой управлять взаимоотношениями с клиентами и выстраивать с ними ну полностью контролировать там сумму своего дохода до понимать из чего складывается этот доход и иметь возможность влиять на него вот так вот прозрачно понятно без crm системы без какой-либо базы данных лент клиентской невозможно поэтому коллеги если среди вас есть частные маклеры вы работаете сами на себя я настоятельно рекомендую сделать две вещи первая вещь это хотя бы завести себе табличку в excel ки или в google документах если у вас нет возможности поставить бесплатную crm q какой-нибудь там бесплатный доступ то хотя бы табличку и вносить туда информацию о вашем клиенте не надо рассчитывать на то что у вас сохранился номер телефона в вашем аппарате потому что вряд ли вы его переименуете и потом он очень скоро разбухнет от этой совершенно нечитабельные неуправляемой информации заведите привычку хотя бы раз в неделю скидывать или там раз в день лучше чем регулярнее чем тем лучше скидывать все данные вашу какую-нибудь базу базу данных если вы привыкнете к этому то потихонечку эта база будет разрастаться до из телефона имени и например первичного запроса вы захотите туда что-то еще включать какие-то там подробности комментарии может быть какие-то статусы в отношении этого клиента и тогда вы сможете считать свои воронки что несомненно тоже повышает вашу эффективность и управляемость собственным доходом вот поэтому вот пожалуйста это первое что вам нужно сделать частным маклером повторяюсь да и а второй момент который также вам не повредит это постановка на телефон программы которые записывают телефонные звонки зачем это нужно во первых вы получите массу открытий начиная просто вводя в практику прослушивания собственных разговоров с вашими клиентами вы вдруг увидите и услышите что масса информации проходит мимо вашего сознания что у вас остается совершенно иное представление о том как развивался разговор после того как вы положили трубку нежели реальность то есть она вот это вот сильно будет отличаться если вы прослушаете разговор после спустя какое-то время у вас будет ну то есть вы увидите что отличие отличается ваше представление о том как это было на самом деле вы сможете вытащить из этих разговоров информацию которая прошла мимо вас и вы ее просто не зафиксировали мозгом да не или интерпретировали неправильно а и а конечно же самый главный вообще результат вот подобной вещи это будет наверное кратный рост вашего вашей конверсии и звонка во встречу то есть самое главное у нас цель звонка не продать недвижимость но мы понимаем что по телефону у нас квартиры не продаются даже если вы живете в одном городе а покупатель у вас из другого города продавать квартиру по телефону дохлое дело что надо продавать это другой вопрос по телефону да я уверена что вы знаете на него ответ бесплатную crm посоветовать у меня просят коллеги раньше был битрикс я не знаю насколько сейчас он бесплатен да и в каком объеме но посмотрите пожалуйста этот вариант если да если ищите бесплатный вариант а так какие еще вот увы сейчас уже и не знаю знаю только отраслевые crm-системы либо платные варианты с которыми мы работаем и из платных самое лучшее на мой взгляд это amco далее там ну битрикс просто потому что я мы умеем его настраивать именно для риэлторских компаний вот но есть для девелоперов там отдельные отраслевые там отдельная беседа не сегодняшняя тема разговора так трэлла использует ну трэлла это скорее task менеджер да это такой задачник он хорош для реализации процессов по методу agile или scrum но тем не менее почему нет хорошая история по крайней мере там есть канбан и вы его можете настроить так как вам нравится и да действительно если вы хотя бы в трэлл он приятный дружелюбный интерфейс очень понятный вот поэтому тоже можно вполне себе использовать и как минимум хранить там ссылки необходимые да там на те же самые таблички с клиентскими контактами и так далее там подобное окей а значит про телефонные записи телефонные разговоры которые обязательно надо прослушивать коллеги у меня вот такой есть опыт когда у меня приходил новенький человек в отдел продаж мне часто что мы делали у нас естественно стояла запись телефонных звонков и мы собирали лучшие звонки best practice в банк так называемый банк лучших звонков и смотрите мы делали следующего ко мне приходил человек да и вот у него начинала система обучения система адаптации он входил начать начинал учиться чему продуктам там юридическим каким-то моментом связанные с федеральным законом 214 ипотечным вопросом он начинал учиться ну естественно вряд ли он владел там не всегда не всегда надо сказать что человек владел просто технологии продажи и а что мы делали я его на два дня по 8 часов сажал в наушники выдавала ему табличку в которой он должен был отметить какие-то моменты позитивные негативные до в телефонных звонках и давала ему слушать эти телефонные звонки через два дня я готов человек готов был полностью отвечать на телефонные звонки он не боялся этих телефонных звонков он прослушивал дикое количество этих разговоров у него все это ложилось но буквально на язык потому что у нас в голове есть такие так называемые зеркальные нейроны которые в том числе отвечают за обучение и когда ну это вот про передразнивание почему они называются зеркальными да потому что в основе лежит повторение и по сути вот этот метод просто прослушивание лучших звонков давал ему без теоретических знаний без каких-либо серьезных практик и тренингов и ролевых игр давал ему возможность очень быстро набрать навыки необходимые и знания по тому как собственно говоря лучшие менеджеры общаются с клиентами да что они у них спрашивают как они им отвечают какие клиенты задают вопросы а что делать если клиент задает сложный вопрос и так далее и тому подобное это ложилось автоматически им прям вот в речевой аппарат да и они могли с третьего дня совершенно спокойно принять любой звонок без каких-либо затруднений растерянности и чувствовать себя уверенно и быть достаточно эффективным чтобы сконвертировать этот звонок навстречу значит для частных маклеров ставим программку ставим себе табличку или трелла да и начинаем работать в этих системах если вы в агентстве недвижимости работаете у вас есть рэм система и у вас есть допустим айпи телефоне есть возможность записи коллеги еще раз просто для вашей мотивации я вам сообщаю что это невероятно это полезный инструмент который позволяет вам управлять собственными доходами не терять вообще клиентов греть их до всяческие вспоминать реанимировать если вдруг как-то они там где-то потерялись да и еще раз расти 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 обучаться становиться лучше повышать свои компетенции повышать свои конверсии поэтому внесите информацию о потенциальном клиенте в свою базу данных самое главное вот о чем этот слайд движемся дальше ну так мы с вами уже проговорили о том что цель телефонного звонка не продажи квартиры если клей ну вот если послушать на самом деле телефонные разговоры любые любых продажников любых новостроек вообще любых мне кажется предметов и вот в любом сегменте что мы очень можем и любим делать по телефону когда к нам звонит клиент покупатель мы прекрасно презентуем наш объект который мы продаем правда же мы рассказываем какая прекрасная квартира куда выходят окна какой там ремонт кто там был собственником в общем масса и мы на самом деле вот почему это происходит это происходит тоже потому что на самом деле продуктовые характеристики квартиры это то в чем мы чувствуем себя уверенно да и вот для меня например такие звонки я когда слушаю а я по роду своей работы часто слушаю телефонные звонки вот и у меня сразу возникает ассоциация с девочкой из младшей школы такой с бантами отличницы который сидит на уроке и вот учитель и что не спрашивает это такая понимает руку и потом как настоящая отличница рассказывает какой прекрас как она прекрасно знает материал с выражением и вот мне кажется 90 процентов звонков которые я слушаю ну и так сказать так случилось что риэлторский бизнес во многом там очень много женщин поэтому поэтому это прям картинка которая возникает у меня перед глазами практически всегда когда вот отличница отвечает урок на 5 и вот ровно такая да ровно такой образ возникает мы себя чувствуем уверенно мы знаем об объекте все что надо и даже больше и нам кажется что на самом деле в этом и состоит наша цель что клиенту именно это и надо и раз клиенту именно это и надо то мы собственно говоря клиента и удовлетворяем таким образом то есть мы рассказываем нашим сотрудникой позвонившему да обо всех преимуществах данного объекта что дальше происходит как правило вот мы про объект доложили и казалось бы мы должны услышать от клиента там садись пять беру куда отнести деньги но увы ах конверсия в назначенную встречу если смотреть на больших цифрах редко когда составляет 20 процентов то есть восемь людей из десяти позвонивших говорит спасибо и кладет трубку это очень такой момент неприятный потому что вот вспомните свои внутренние ощущения от этого разговора вы сделали все что могли вы выступили прекрасно на 5 от тарабанили заученный материал и должны получить вознаграждение хорошую оценку и согласие клиента на продолжение беседы а вы получаете отказ вы получаете игнор да или там фразу садись 2 нет спасибо и вот это ощущение разочарования какой-то иногда обиды иногда но то есть на самом деле там есть негативные эмоции согласитесь коллеги она может быть у тех кто работает долго уже даже и не фиксируем у на то есть ну там отказались отказались бог с ним жду следующего сам дурак да такую прекрасную квартиру не взял но я хочу вас потихонечку начать все-таки как-то удалять от вот этой вот ситуации до в которой вы внутри находитесь и предлагаю посмотреть на нее сверху чем менеджер по продажам в моем представлении это человек который не просто находится внутри ситуации он несомненно до находится внутри ситуации он отыгрывает какую-то свою роль он вовлечен в процесс взаимодействия с клиентом и это искреннее взаимодействие иначе у нас не возникает доверия потому что процесс продажи он базы его база это доверие любое нет доверия нет продаж но в то же время мне кажется что менеджер по продажам или агент до ну любой вот человек который занимается продажами должен еще немножечко чуть-чуть видеть ситуацию сверху для чего для того чтобы управлять управлять результатом и в итоге результат у нас с вами какой у нас с вами результат продать квартиру мы знаем что продать квартиру для того чтобы продать квартиру нам надо сделать ряд шагов которые к этой цели лежат и и эти шаги это как раз вот эти вот этапы этапы классической продажи кто нибудь знает давайте вот я немножечко забегу вперед про универсальную технику продаж наверняка же проходили до проходили же тренинги по продаже и вы видите знаете да что любая продажа состоит из пяти этапов установление контакта выявление потребности презентация работ с изражениями закрытия это собственно говоря некие этапы но она еще также состоит из событий и это событие там первый контакт с клиентом дальше у нас с вами встреча где-то либо в офисе либо показ да на объекте дальше у нас с вами бронирование дальше у нас с вами уже заключение договора для его участия регистрация и расчет клиент рассчитывается застройщиком застройщик рассчитывается с вами правильно и мы понимаем уже на этапе телефонного звонка что основная наша задача в процессе переговоров если мы будем стать ставить сразу цель далекую продать квартиру с первого телефонного звонка то это на самом деле это как слонас есть ну слонас есть невозможно это огромная большая цель это большая огромная работа я встречала ситуации когда после первого звонка клиент говорил да просто да я поднимал трубку он мне говорит куда деньги привезти мне очень хочется купить вашу квартиру где вы находитесь то или клиент уже приходил в офис и говорил я выбрал вас квартиру вот деньги да давайте заверните конечно такое бывает но давайте мы в реальностях сориентируемся и все-таки понимаем что большая часть клиентов нет для них это тоже путь и для нас это путь на поэтому цель то мы держим фокусе внимания но на самом деле если мы с вами сосредоточимся на каждом этапе просто на том на той мысли что мы должны перевести клиента на следующий этап то слон получается вполне себе съедобный съедабельный потому что мы его режем на кусочки растягиваем во времени и кушаем его потихонечку по каждому кусочку на протяжении всего пути вместе с клиентом поэтому когда мы принимаем звонок от клиента покупателя основное наше фокус внимания лежит ну мы помним о том что нам нужно квартиру на скорее мотивационная история самая главная наша цель это назначить встречу и тогда как только мы перенацеливаемся до в процессе беседы на то что нет у нас задачи продать квартиру поэтому не нужно нам вот этих огромных презентаций и прекрасного знания всех деталей и тонкости а застройщики а квартире по которой звонит клиент нам нужно всего лишь уговорить его навстречу тогда у нас скрипт приобретает и вообще как бы сам сама суть разговора само течение разговора приобретает совершенно иной вид на иную структуру а что я бы еще хотела здесь сказать да какие здесь есть нюансы мы поговорим сейчас про структуру скрипта и вообще до содержания вот всех этапов телефонных разговоров но на вот самый простой на самом деле способ закрыть клиента навстречу и вообще если мы сосредотачиваемся на этом то первое о чем нам надо запомнить и что мы можем сделать вот прямо сейчас после сегодняшнего просмотра вы можете начать применять этот очень простой прием и он уже принесет вам результат предложите клиенту встречу не менее трех раз в процессе разговора уже вот этот очень простой момент зачем назначать встречу если новостройки можно продавать по телефону если вы умеете продавать новостройки по телефону прекрасно я мы сейчас говорим о том что продавать квартиры по телефону я не рекомендую потому что это снижает вашу конверсию и так все таки когда вы разговариваете с клиентом всего лишь три раза назначить попробуйте назначить ему встречу и только если он не готов назначить встречу с вами если он категорически отказывается от вариантов визита в офис или визита на стройку или у вас ситуация такова что вы продаете объект в другом регионе и невозможно вам выехать в этот регион или наоборот клиенту приехать кого в ваш регион прямо сейчас то вот только в этом случае если вы три раза получили отказ от клиента на встреч встретиться то вы предлагаете ему другие варианты целевого действия следующего первый вариант это онлайн встреча ну потому что клиент может отказаться искать ой нет и мне не удобно а я живу в другом городе да и тогда вы говорите о давайте тогда сделаем так я подготовлю вам презентацию может быть даже выехаю на объект недвижимости да и приведу вам онлайн показ до онлайн мы знаем что после к вида это все совершенно традиционно нормально и это работает и никто больше не удивляется подобным вещам почему онлайн встречи потому что все таки у вас будет возможность сейчас вот здесь вот тоже да есть такой нюанс я сейчас немножечко отвлекусь смотрите у нас есть с вами градус теплоты температуры контакта чем на самом деле ближе мы находимся к клиенту тем выше степень доверия и больше инструментов у нас воздействовать на это доверие управлять этим доверием в отношении клиента то есть почему встречи эффективнее звонка почему действительно по телефону нельзя продать квартиру или продать что-то еще потому что еще раз повторю до что в основе продажи лежит доверие а инструментов для создания доверия во время телефонного звонка у нас вот такое количество во время встреч у нас побольше Клиенту у нас есть возможность произвести на него должное впечатление. Если это встреча в офисе, то дома и стены помогают. У вас есть ли красивый офис, есть постеры новостроек, и как-то это все солидно выглядит, то, конечно, это произведет нужное впечатление. Именно поэтому хорошо, например, работают в том числе показы на новостроек. И если есть шоурумы, например, у застройщика, то это вообще увеличивает вероятность брони и продажи еще в разы. То есть конверсию сильно поднимает, потому что у клиента есть возможность попробовать, ручками пощупать, ощутить себя в пространстве, ощутить себя, как он будет тут жить, как выглядит сам дом, хочет он его или нет. Вы здесь, как только вы встречаетесь, он видит, насколько вы обаятелен, он видит, насколько у вас умные глаза, насколько прекрасно вы разговариваете. Как вы владеете материалом, какой вы человек приятный. Вы ему кофе нальете, он кофе попьет, удовольствие получит. То есть, понимаете, у вас масса сенсорных возможностей возникает для триггерения клиента и для повышения уровня доверия к вам. По телефону вы ограничены, вы ограничены звуками, скоростью, словами, которые вы говорите. А я напомню, вот, например, кто-то изучал, если NLP, нейролингвистическое программирование, то там специалисты утверждают, что всего 7% клиент усваивает информации из того, что мы говорим. То есть он воспринимает значение слов и вообще значение речи. И 93% – это все, что касается невербалики. Это его сенсорное восприятие, ощущения, эмоции и другая вот какая-то подсознательная частая информация, которая вообще никак не связана со значением слов, с информацией как таковой, как объективной реальности. Поэтому вам нужна встреча, в том числе и для того, чтобы вот эту близость и все возможности, которые дает вам эта близость контакта, получить. Еще более холодный, например, вариант – это вообще переписка. Вот чаты, есть же тоже, да, чаты или переписка в мессенджерах. Вот если, это часто, кстати, используется в работе в рекламациях. То есть хочешь немножечко остыть сама, да, и уведи вообще в переписку. Если понимаешь, что в личном контакте, по телефону или при встрече, да, конфликт сильнее. Уводи все в переписку, в переписке потихонечку. Есть возможность обдумать слова, есть возможность правильно их сформулировать. Но, с другой стороны, это очень холодный канал, поэтому клиенты, которые, они как будто бы сквозь пальцы утекают. Вот не все любят работать в чатах и не все умеют работать в чатах, именно вот, да, продавать что-то. А там, на самом деле, один-единственный тоже секрет. Секрет лишь в том, чтобы вытащить у клиента номер телефона, чтобы иметь возможность ему позвонить, чуть-чуть его приблизить, да, поговорить с ним голосом. У голоса больше возможностей, чем у письменной речи. А потом, поговорив голосом, вытащить его навстречу, потому что навстречу больше возможностей у вас, да, опять выстроить доверительные отношения. Вот, поэтому, коллеги, значит, сразу, да, лайфхак. Три раза приглашаем на встречу. Если клиент на встречу не согласился, то онлайн-встреча, да, это такая квази-встреча, да, она выхолощенная. Но все равно клиент видит вас, видит, как вы выглядите, видит ваши глаза, и вы видите клиента. Если есть возможность устроить Zoom или Skype с подключением видеозвонка и спокойным режимом, когда вы знаете структуру этой беседы, вы к ней подготовились, да, вы спланировали, потому что, ну, на первом этапе нельзя все пускать на самотяг. Вы должны знать каждую, да, цель и структуру вашей, любого вашего контакта к клиентам, чтобы понимать, как вывести его на следующий шаг, да, шаг встречи, бронь. Поэтому вам надо знать, как выстроить беседу, чтобы клиент пришел к броне, да, и планировать ее. Окей, онлайн-встреча. Если он отказывается от онлайн-встречи, тогда мы планируем следующий звонок. Ну, это вы все можете делать, и многие делают, и давайте я вам перезвоню, если вы не хотите встречаться, давайте мы договоримся, что я вам перезвоню, там, через пару дней, возможно, у меня появится новая информация, да, и она может быть вам полезна. И только если клиент отказался от всего этого, вот в последний, в последний вариант мы отправляем какие-то сообщения в мессенджеры. Я почему это все так долго рассказываю, потому что чаще всего, вот любые звонки в отделы продаж застройщиков или в агентстве недвижимости, разговор выстраивается следующим образом. Там, здрасте, здрасте, квартиру продаете? Продаю. Сколько стоит? Три рубля? Спасибо. Ну, давайте я вам вышлю подробную информацию, говорит менеджер, в мессенджер. Клиент говорит, да, конечно, высылайте, да, и все, и на этом беседа заканчивается, начинаются бесконечные звонки, ну, что надумали, начинается блокировка, отморозка, да, и вот это вот тягомотина, которая никому не нравится, ни вам, ни на самом деле клиенту. Ему тоже неприятно каждый раз, когда ему звонят настойчивые менеджеры с глупыми вопросами, ну, что надумали, ну, да, и ничего на самом деле, никакой дополнительной ценности этим вопросом не неся, а просто ощущение, что подпихивая, да, что меня кто-то подпихивает в зад, простите, да, и это неприятно, да. Клиенту точно неприятно, и вам неприятно звонить и слышать очередной отказ, и понимая, что, скорее всего, вы услышите этот отказ, вообще неудобно, чувствуешься навязчивым, настойчивым каким-то дурачком, да, неприятным человеком, а никто не любит себя таким. Все хотят, чтобы мы были хорошие людьми, звонки от которых с радостью ждут и принимают нас с открытыми объятиями и, да, открытой душой, радостно. Итак, коллеги, хотела о чем еще поговорить с вами про InMarket, да, вот мы немножечко проговорили про отправку подборок, и у InMarket есть личный кабинет, да, с подборками, которые вы можете сделать по новостройкам, и чем вот они, кстати, удобны. Вот, смотрите, вы провели вот эту работу, а вы по итогу, ну, окей, клиент попался холодным, не идет на контакт, отказался от встречи, вы выслали ему подборку, да, подборка в виде доступа в личный кабинет. То есть он туда заходит, и это выглядит красиво, а не просто ссылочки, по которым он там кликает и выходит куда-то на описание каждого объекта. Нет, он видит сразу очень приятное и такое, как бы, запоминающееся на самом деле поле, потому что, ну, просто ссылка, это просто ссылка, ты в жизни не запомнишь, какая квартира тебе понравилась, просто ты ссылку не выучишь, да. Здесь очень удобно, в этом смысле происходит быстрая фиксация, то есть, так, мне первая квартира понравилась, пятая, и здесь еще есть возможность у клиента поставить кнопочки «мне нравится». И самое прикольное в том, что вы, как агент, который отправил ему эту подборку, видите вот эту реакцию. Более того, для вас это совершенно другой повод для звонка. Не просто понравилось или не понравилось, решили что-нибудь, а вы сразу видите, и вы можете подготовиться к следующему звонку, вы видите, что ему понравился объект номер один и номер три. И вы ему перезваниваете и говорите, я вижу, что вам понравился объект номер один и номер три. Давайте я устрою вам завтра просмотр этих двух объектов, мы поездим по стройкам, и сразу вы их сравните. Или клиент ничего не выбрал, и тогда звонок у вас следующий. Здравствуйте, я смотрю, вы ничего не выбрали. Вам ничего не понравилось или вы не успели посмотреть? Потому что если ничего не понравилось, я добавлю туда новые варианты. И когда вы добавите сюда новые варианты, сюда же по этой ссылке, у него появятся новые объекты, видите, вот с этим вот припиской Нью. То есть, он уже увидит, что это какое-то обновление. Либо он скажет, нет, я еще не успел посмотреть, да, да, ой, тогда извините за беспокойство, я перезвоню еще через пару дней, если вы посмотрите эти объекты. Плюс вы еще можете сказать какую-нибудь стимулирующую фразу здесь по поводу того, что вы знаете, а вот у этого там объекта сейчас идет как раз акция. Поэтому я вам рекомендую обратить внимание именно на него. Посмотрите, пожалуйста, да, это объект по улице там Ленина. Вот, и это совершенно другой разговор, это совершенно другое позиционирование себя как эксперта. Он не просто глупый, ну что, надумали, не надумали, а он прям предметный. Он несет ценность за собой, он имеет смысл. Вот, так, и еще, что тоже мне нужно сказать вам, что теперь через OnMarket можно продавать и вторичную недвижимость и добавлять сюда в свой личный кабинет объекты из Циана и Авито. Как это делать, подробнее могут рассказать вам менеджеры компании OnMarket. Вот здесь под презентацией есть кнопочка, которая называется Telegram-чат. Вот по ней можно перейти и задать там все вам интересующие вас вопросы. Там сидят менеджеры, которые активно вам помогут разобраться с этими продуктами. Мы вернемся к теме нашего вебинара, да, и проговорим как раз про универсальную технику продаж, которую мы уже выше, немножечко раньше, да, говорили. О том, что любая продажа у нас с вами стоит из пяти этапов. Вы, скорее всего, если были на тренинге по продажам, об этом знаете. Напомню, установление контакта, выявление потребностей, презентация, работа с возражениями и закрытие. Да, знакомы? Поставьте плюсики, если знакомы. А теперь смотрите, какая штука. Почему-то, вот когда я смотрю на, вернее, слушаю тренинги, да, слушаю тренинги других своих коллег, и там сама до этого там работала менеджером по продажам, да, они все говорили о том, что, вернее, у меня в голове, может быть, рисовалась такая картинка, что это какие-то этапы, разнесенные по времени, что на самом деле установление контакта происходит в, ну, в какой-то одну встречу с клиентом или какое-то контактирование, да, что выявление потребности происходит на каком-то вот во вторую встречу, что презентация на третью, ну, то есть как будто бы это еще и канбан какой-то, да, разнесенный. А на самом деле вот мы вот эти все этапы, пять, я не знаю, может быть, у вас не так, может быть, вы не такой глупый человек, как я, но у меня в голове была такая картина. На самом деле вот эти вот все этапы, пять этапов мы проходим в каждый наш контакт с клиентом. Поэтому вот мы по телефону разговариваем, все эти пять этапов мы проходим. Мы потом встречаемся на объекте или в офисе, мы опять проходим все те же пять этапов. Мы встречаемся в следующий раз, в третий, где-нибудь, да, уже за обсуждением договоров и ответами, там, да, какие-то вопросы у клиента возникают по ДДУ, по бронированию, по ипотеке, может быть, да, и мы опять проходим все те же пять стадий. То есть в каждый контакт клиента происходит вот эта вот универсальная техника продаж. Мы обязаны пройти ее каждый раз. Почему? Потому что на каждом нашем этапе взаимодействия с клиентом мы продаем следующий этап. И тогда смотрите, что у нас получается. Да, опять я опять про то, что задача телефонного звонка – продать встречу. Тогда мы на стадии презентации, во время телефонного звонка презентуем встречу, а вовсе не квартиру. И тогда во время нашей встречи с клиентом, когда мы говорим про универсальную технику продаж и этап презентации, мы презентуем опять не квартиру, хотя мы ее тоже презентуем, но все-таки основная задача здесь – презентовать, там, допустим, показ, если у нас встреча в офисе, да, а если у нас показ, то здесь у нас мы презентуем бронь, да, если у нас бронь, мы презентуем там ипотеку. То есть вот, да, получается, что мы на этом этапе презентации продаем не конечный продукт или услугу, а следующий этап нашего взаимодействия с клиентом. И тогда опять структура, да, вот выглядит совершенно логично. Давайте мы проговорим… Так, здесь о чем я хотела вам сказать. Вот смотрите, обратите внимание, здесь есть QR-код. Чем он вам может помочь? Он ведет на универсальную заявку, и по этой заявке я всем желающим высылаю вот такую штуку. Сейчас я вам покажу ее. Возможно, она вам не нужна, а может быть, и все-таки нужна. Так, насколько видно сейчас мой экран? Видно? Плюсики поставьте, пожалуйста. Видно? Ага, видно. Хорошо. На экране вы должны видеть вопросы для квалификации клиента. Это, по сути, вопросы, которые вам помогут и в процессе общения по телефону, и в процессе встречи. Все-таки больше во время встречи. Помогут вам сориентироваться, как вести диалог, да, что фиксировать, на какие моменты вам стоит обращать внимание в ответах клиента, как в целом выстраивать структуру беседы, да, как план этой беседы выстраивать. Так, возвращаемся обратно. И вот, если вы хотите получить эти штуки, это помимо тех подарков, которые уже были обещаны, там можете оставить заявку через этот QR-код. Вот. Возвращаемся к нашим баранам и к нашей универсальной технике продаж. Итак, у нас с вами установление контакта. Что у нас здесь происходит? У нас здесь происходит профессиональное приветствие, да, по-хорошему. Если вы работаете в какой-то корпорации, в каком-то агентстве недвижимости, то вот это профессиональное приветствие. Здравствуйте, компания Тара-та-та, меня зовут Ла-ла-ла, слушаю вас. При поступлении, входящем звонке. Это такой очень правильный, очень, и с точки зрения технологии продажи, с точки зрения возникновения доверия, с точки зрения сервиса, очень правильный этап. Потому что клиент должен сходу убедиться, что он попал туда, куда он хотел попасть, что он попал на специалиста. Всегда профессиональное приветствие делает, создает впечатление, что работают профессионалы, да, что есть некие регламенты, а регламенты есть обычно только в крупных компаниях или в каких-то там таких. И даже если вы работаете частным маклером, и вы будете представляться, как «Здравствуйте, меня зовут Тара-та-та, эксперт по продаже квартирного строя, слушаю вас». Это уже вас отстраивает от всей остальной массы людей, которые просто говорят «Алло, да, кто это?». Это звучит иначе. Поэтому профессиональное приветствие очень сильно важно. Далее. Дружелюбие и активное слушание. Когда вы начнете слушать ваши телефонные звонки, если вы все-таки поставите систему записи и программу по записи телефонных звонков, вы услышите, с какими интонациями вы общаетесь с клиентом. И когда вообще начинаешь слушать свои телефонные звонки, единственное словосочетание, которое приходит на ум, на самом деле, это испанский стыд. Причем неважно, свои звонки ты чувствуешь или чужие. Это вот невносимое чувство просто какого-то дикого неудобства, потому что вдруг начинаешь… Во-первых, многим не нравится, как звучит их голос, но это ерунда, к этому привыкаешь. И на самом деле люди нас слышат не так, как слышим мы себя у себя в голове. Как бы это нормально. И это не значит, что мы себя слышим приятнее, чем слышат люди нас. Нет, все хорошо, все нормально с нашим голосом. Короче, не переживайте. Далее. О чем я, о чем я, о чем я? Если слушаешь чужие звонки, то, конечно, тоже становится дико неловко, потому что тебе кажется, что если бы ты начала здесь разговаривать, то уж у тебя-то все получилось. Но когда ты находишься внутри, и ты испытываешь эмоции, ты реагируешь на какие-то ответы или вопросы клиента, ты так или иначе вовлечен в диалог, и ты там внутри весь находишься, очень сложно себя оценивать, очень сложно рефлексировать в процессе, держать цель. И вот это прослушивание звонков, оно вас как раз и учит вот этим всем вопросам абстрагирования. Вывода из эмоциональной области общения в рациональную. И вот этот рационализм помогает вам лучше управлять процессом и, естественно, результатом. Поэтому услышите себя по телефону, старайтесь отрабатывать дружелюбие. Дружелюбие отрабатывается легко, просто улыбку. Включаете улыбку, звук совершенно иначе звучит, да, голос звучит совершенно иначе. Активное слушание – это если клиент многословный, или вы специально делаете так, чтобы он как можно больше вам рассказал, то вы не просто молчите в трубке, а все-таки подаете признаки жизни. О том, что да, хорошо, поняла, отлично. И резюмируете какие-то моменты, о которых он вам сообщает. Дальше. Выявление потребностей. Квалификационные вопросы я вам отправлю. Отправлю коллеге в течение дня после вебинаров сразу. Если вы заполнили сейчас анкету с формой, вам сейчас прям моментально ответ не придет. Он придет позже. Это делается вручную моими помощниками. Вот, но тем не менее, квалифицированные, квалификационные вопросы вы их получите. Задавать их все, вот весь тот список, который вы увидели, да, и который вы прочтете еще во время телефонного звонка не стоит. Это возможно только если у вас онлайн-встреча или клиент находится опять в другом городе, и он настроен на какой-то длинный разговор. У него есть время, ему удобно, он больше ни на что не отвлекается, и вы это точно знаете про этого клиента, да, и у вас есть возможность сесть, спокойно задать все вопросы, зафиксировать. Но, как правило, все эти вопросы задавать на встрече не стоит, если это входящий звонок и это рядовой входящий звонок, то есть клиент думает, что отделается от беседы за две минуты. Вот, не надо его разочаровывать, да, потому что на самом деле вопросов много, и когда вы слишком их много задаете, это начинает походить на допрос, никто не любит чувствовать себя допрашиваемым. Поэтому оставьте этого навстречу, когда у вас будет возможность смягчить процедуру, а во время вот этой беседы вам на самом деле нужно немного информации, вам нужно на самом деле узнать, что конкретно ищет клиент, расскажите чуть подробнее, что вы ищете, вы ищете однокомнатные квартиры, я правильно понимаю, знает ли он что-нибудь об этом объекте уже, потому что, как правило, клиент вам звонит уже по конкретному объекту, вряд ли он звонит и говорит, здрасте, а подберите мне что-нибудь, но таких звонков меньше сильно, чем звонков типа, здравствуйте, а сколько стоит квартира на Буденного? или, например, там, расскажите чуть подробнее о квартире на Буденного, сколько ценок за квадратный метр. Вот, поэтому, значит, чуть подробнее вам нужно узнать о том, что он уже знает об объекте, хорошо бы узнать об опыте, где он уже был, что он уже смотрел, это первый объект, который вы будете еще смотреть далее, ну и, по сути, какой способ финансирования у него будет, наличка это или это ипотека, зачем вам нужны вот эти вопросы. Каждый из этих вопросов даст вам возможность, ответ на него, да, от клиента даст вам возможность пригласить его навстречу. Поэтому выглядеть эта беседа может примерно следующим образом. там, здравствуйте, а сколько стоит объект на Буденного? Скажите, пожалуйста, вас однокомнатная квартира интересует? Я, да, как менеджер. Да, вот меня однокомнатные квартиры интересуют. Скажите, а вы уже что-нибудь знаете об объекте? Ну, нет, мы вот только сейчас на сайт сейчас зашли, да, и смотрим. Отлично, а давайте сделаем так. Вот в этом объекте продается 17 однокомнатных квартир. Разброс цен от и до, называете. Я вам предлагаю сделать следующее. Давайте я вам устрою просмотр. Мы съездим и посмотрим каждую из этих квартир, да, и вы посмотрите их вживую, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Первая попытка назначить встречу. Клин говорит, о, нет, 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 я еще пока не готов. Расскажите мне вот, что там да как. Это большой комплекс, он там, что конкретно вас интересует, срок сдачи может быть, да? Ну вот, да, срок сдачи меня интересует. Ну вот он сдается там тогда-то. Скажите, а как вы, я опять спрашиваю, а как вы будете покупать, ипотеку ли за наличку? Я думаю, в ипотеку. О, отлично, тогда я вам предлагаю встретиться в офисе. Я вам сделаю расчет, сразу покажу все планировки всех 17 квартир. Сделаем расчет, подберем вам комфортный ежемесячный платеж. И, собственно говоря, ну, продолжим общение в том случае, если объект вам подойдет, да? И мы сразу, и получим уже одобрение, даже если он вам не подойдет, у вас будет как минимум одобрение в банка, это там совершенно бесплатно, и вы сможете купить, если нет, то любой другой объект, да, который мы вам подберем. Вот смотрите, да, второй крючок. Второй раз я предложила клиенту встречу. То есть, смотрите, обычно, да, вот традиционно получается так, что клиент задает вам вопрос, вы ему даете ответ. Дальше опять вам клиент вопрос задает, вы опять ему ответ отдаете. А я вам предлагаю ситуацию, при которой вам нужно, вы слышите от клиента вопрос, вы говорите ему ответ, но ответ подразумевает, что не все так просто, как клиент себе представлял. Потому что если он спрашивает у вас о цене, он ожидает услышать, что? Цена квартиры там 5 миллионов, 8 миллионов, да, и паузу, в которую клиент примет решение, что делать дальше, продолжить с вами беседу, положить трубку, задать дополнительный вопрос, на который опять получается какая-то такая, знаете, функциональная очень беседа, нажми на кнопку, получишь результат, нажми на кнопку, получишь результат. Но нам надо из этой схемы выйти категорически, потому что она не ведет ни вас, ни клиента на следующий шаг, не приближает его никак к покупке квартиры, потому что клиент в этом случае слышит информацию, он опять остается один на один со своим решением. Вам важно вытащить клиента из этого самостоятельного кокона и предложить ему другой путь достижения его цели, при котором вы ему поможете, поддержите, потому что вы обладаете дополнительной информацией, дополнительными ресурсами, возможностями, знаниями, которых у клиента нет. И вы здесь тот самый ценный ресурс, ценный поддерживающий элемент, который клиенту нужен. И ваша задача здесь не просто быть информационным стендом, нажал на кнопку, получил результат, а все-таки управлять этой беседой. А управлять этой беседой вы можете только с помощью перехвата инициативы, не просто отвечая на его вопросы конкретно, а расширяя область его представления о действительности. Он у вас спрашивает про цену, вы ему разве не называете цену, когда говорите диапазон? Конечно, называете, но вы еще добавляете от себя, что есть 17 квартир. Не просто одна квартира, а есть 17. И самое дешевое стоит столько-то, а самое дорогое – столько-то. Вы расширяете сразу его запрос. Более того, вы не просто вот это вот говорите, не все так просто, дорогой человек, когда вот так отвечаете. Вы еще и забрасываете крючок навстречу. Вы говорите, а давайте и добавляете ценность, что для него здесь может быть ценно. Потому что вы сообщаете, есть 17 квартир, диапазон такой. И он такой, рука лицов, я испал, опять выбирать. Я и так выбираю среди, каждый раз. Вот в этом мы с вами, когда путь клиента на прошлом вебинаре смотрели, вот мы увидели, что он все время, все время на каждом шаге сталкивается с большим количеством выборов. А ведь чтобы сделать выбор в огромном количестве информации, в котором ты еще и не ориентируешься, это серьезная нагрузка, это волевое усилие, это время, которое ты должен потратить, чтобы разобраться или принять решение. Или как-то вот направо пойдешь, налево пойдешь. Ну что лучше? И там, и там потери. Выбрать наименьшее из худшего, наилучшее из всего возможного многообразия. Это тяжелый процесс. Правильно? Поэтому, когда вы говорите ему, стоп, опять развилка, потому что он думал, что все просто, нет, ты говоришь, вот ты опять на перекрестке, и предлагаете ему помощь на этом перекрестке. Приходи ко мне, я тебе помогу выбрать. Я тебе предоставлю, тебе не нужно искать самому всю эту информацию, тебе не нужно самому ее всю систематизировать. У меня есть все инструменты для того, чтобы ты смог это сделать вместе со мной, и я тебе еще помогу, объясню, где лучше, где хуже. Ну, это подразумевается, да, это не то, что вы говорите во время телефонного звонка. Это просто то, что происходит, такой внутренний процесс, то, что происходит за конкретной речью информационной. Это посыл, который все это несет, весь этот диалог. Вот, поэтому вот в этом заключается суть перехвата инициативы, когда вы расширяете картинку мира, и потом предлагаете сразу, да, задаете встречный вопрос и предлагаете клиенту его решение моментально. Про презентацию встречи, когда я говорила, да, вот здесь вот. Вот тот этап, когда вы говорите, приезжайте к нам в офис, давайте сделаем так, вы приедете к нам в офис, и я вам предоставлю все 17 планировок, сделаю сравнительную таблицу плюсов и минусов каждой характеристики, или и приезжайте, и мы с вами вместе посчитаем ваши ежемесячные платежи, отправим заявку в банк, сделаем уже для вас одобрение, и даже с этим одобрением вы уже пойдете спокойно оформлять себе понравившуюся недвижимость, даже если та квартира, по которой вы мне звоните, вам не подойдет, да, это и есть презентация встречи, то есть здесь я рассказываю клиенту, почему ему надо ко мне приехать, какую выгоду он получит, да, то самое ХПВ, характеристика, преимущество, выгода, аббревиатура, которая опять-таки знакома многим, если вы проходили тренинги по продажам, да, вот так я презентую встречу. Работа с возражениями, коллеги, вот здесь смотрите, обратите внимание, дизайнеры решили подчеркнуть этот этап, на самом деле это большой тоже, большая тема, любимая, любимейшая, мне кажется, тема всех менеджеров по продажам, потому что самая сложная, самая болезненная, вот, и я вам хочу сказать, что следующий вебинар будет полностью, целиком и полностью посвящен этой теме, да, работе с возражениями, поэтому приходите, мы подробно об этом расскажем. Сейчас, как правило, вот на этапе телефонных переговоров, какие возражения вы можете встречать? Я не хочу на встречу, я еще не готов, мне к вам там долго ехать, и вообще я работаю по будням, и вообще я сам ничего не решаю, решает моя жена, да, это вот такие возражения, ничего страшного, вы их можете, ну, не то, чтобы игнорировать, да, но здесь лучшее, лучшее средство – это трижды предложить, да. Вы продолжаете беседу, как ни в чем не бывало, задаете ему дополнительные вопросы и предлагаете встречу еще раз, с другой ценностью этой встречи, да, другую презентацию делаете, вот, потому что, ну, по-настоящему возражения по телефону трудно отрабатывать, лучше их отрабатывать на встрече, и во время телефонного звонка у вас не должно быть возражения в отношении объекта, только в отношении встречи, да, а здесь пока что только настойчивость. Ну, и закрытие схема предложить трижды, мы об этом говорили, да, и если нет, если он не согласен на встречу, три раза отказался, то онлайн-встреча, если нет, значит, телефонный звонок, и если нет, следующий, ну, отправка уже непосредственно в чат, да, куда-то, куда-то ему на почту, подборки, которую вот вы можете сделать через сервис ин-маркет, и которую он тоже посмотрит. Поэтому, смотрите, таким образом, вы шесть раз клиенту предложите, ну, некая, да, некий контакт, если уж не встречу, то хорошо хотя бы какой-то другой контакт, который все равно у вас приближает, да, вы утепляете таким образом клиента, да, и выстраиваете все больше и больше мостиков между собой и им. И, знаете, вот я когда сама была менеджером по продажам, нас учили, ну, это было в 2003 году, вот я только стартовала, наверное, в сегменте B2B, я работала менеджером по продаже рекламы в газете, нас учили на одном из тренингов о том, что нужно проконтактировать с клиентом минимум 8 раз, чтобы он согласился на что-то, да, на какой-то либо следующий шаг, либо в целом купить. Вот мне кажется, что эту цифру, если держать в голове, то это тоже сильно облегчает, ну, как минимум разочарование от неназначенной встречи, да, мы все равно же, вот если получаем какой-то отказ, да, наши планы не оправдались, наши надежды лопнули, да, клиент все равно, несмотря на все наши усилия, слился. Мне кажется, вот это понимание, что да, ничего страшного, это только первый контакт. Да, у вас есть еще минимум 7, вы должны еще минимум 7 раз с ним проконтактировать, да, 7 раз получить отказ, да, чтобы вот полностью убедиться, что клиент, ну, вообще, да, вот все, да, он там потерян или там еще как-то. И знаете, мне кажется, это вообще в целом такой хороший жизненный подход, потому что в нашей жизни много продажи, неважно, продаем ли мы как профессионалы или просто коммуницируем, или чего-то добиваемся в этой жизни, да, так или иначе. И если мы научимся, наконец-то, воспринимать любые отказы, как нечто не страшное, как нечто всего лишь промежуточное, да, на пути к нашей цели, да, любую неудачу. Мы же как все научены, мы школой научены, что любая ошибка, да, любой отказ, это все катастрофа, двойка. Мы пошли страдать, пойду на болото, наемся червячков. Вот, мне кажется, что если бы мы воспринимали отказ как все-таки нечто промежуточное и незначительное, то жизнь наша стала бы веселее и счастливее, коллеги, и уж точно наше душевное здоровье от этого бы улучшилось. Вот, поэтому подумайте об этом на досуге, очень-очень рекомендую. И, кстати, тоже вот хочу сказать о том, что опять у сервиса N-Market есть встроенный механизм ипотеки, и они помогают реально очень здорово и очень круто эту ипотеку получить вашему клиенту, то есть то, что вы его приглашаете на встречу в офисе, где будет происходить расчет, даже если у вас нет ипотечного брокера, даже если вы работаете один, это абсолютно реально, даже если вы вовсе не разбираетесь в ипотеке, по сути сервис N-Market все сделает за вас. Вот, и поскольку у них большой опыт и хорошие связи, реально то, что 9 клиентов из 10 получат эту ипотеку, несмотря на там любые трудности, которые часто возникают в этом процессе. Более того, вы получите свои дополнительные деньги, потому что они выплачивают, по-моему, от 0,2 до 1% от суммы кредита, полученного вашим клиентом. Поэтому смотрите, даже если клиенту не подойдет эта квартира, ну, вдруг так сложится, и он выберет, но вы оформите ипотеку, вы все равно заработаете деньги. Даже если клиент купит квартиру, там, ну, вдруг так сложилось не у вас, но вы оформили ипотеку, вы все равно заработаете деньги. То есть для вас это не просто дополнительная возможность увеличения суммы среднего человека, увеличения уровня дохода, но еще такая как бы гарантия от того, что даже если все пойдет наперекосяк, да, у вас все равно есть возможность заработать, ну, что называется, паршивые овцы хоть шерсти клок. Надеюсь, клиенты меня не услышат, но для нас, коллеги, это часто бывает, ну, хоть какой-то компенсации за время, которое мы потратили, энергию, усилия. И мне кажется, это хорошая возможность все-таки получить и удовольствие, и результат от процесса. Опять напоминаю про кнопочку под вашей презентацией, и здесь есть QR-код, где вы можете отправить вопросы менеджерам компании маркеты, они вам подробнее расскажут, как это вообще работает, как к этому подключиться и так далее. Ох, как делать не надо. Вот смотрите, у меня есть YouTube-канал, он небольшой, такой очень скромный, но там есть ряд любопытных видео. Вот это видео, ссылка на которое есть в этой презентации, по-моему, QR-код ведет туда же. Это как раз видео, у меня был такой эксперимент. Уж не знаю, зачем я его устроила, ну, что-то в этом было, мне казалось, что это прикольно. Я в живом эфире позвонила по отделам продаж застройщиков, и однажды точно так же в эфире позвонила по агентам по недвижимости. И, да, Гришна записала это все в открытом доступе, да, все это прозвучало. И далее я разобрала каждую конкретную беседу с точки зрения того, насколько хорошо специалист на том конце трубки отработал мой телефонный звонок как клиента, да, и насколько это было по технологии. Сделано это с целью было не доказать о том, что я такая вся Д'Артаньян в белом плаще, а все вокруг дурачки. Нет, вовсе нет. Мне хотелось показать, как это важно. Понимать технологию телефонных звонков, не пускать это все на самотек, быть осознанным продавцом, менеджером по продажам, потому что профессия важная, нужная, классная, требующая специфических профессиональных знаний и навыков. Почему-то все думают, что быть продавцом – это легко, да, легко. Ну, все на личном баяне. Я пошел, улыбнулся, там два прихлопа, три притопа, все, деньги в кармане. Все думают, что это легко. Нет, это не легко. Это не легко ни с какой точки зрения. И там есть свои нюансы, профессиональные тонкости, особенности, которые надо знать, надо учить, надо уметь использовать, да, и быть профессионалом в этой отрасли, в этой области – это очень важно и ценно. Вот, поэтому мне хотелось посмотреть, как вот вживую, да, ну, то есть что это не подстроено, что это реальная история, да, и вытащить, показать ошибки, которые допускают, и показать не с точки зрения, вот они дурачки, а с точки зрения, как с этим можно работать. Если вы у себя такое слышите, замечаете, ловите себя на подобных вещах, то как это можно исправить, и что надо делать, чтобы вот не допускать подобных вещей. Будет любопытно, посмотрите, много хейта собрали эти записи в свое время, там в группах, вот, ну, а вдруг. Что же в ниже, да, что вы видите ниже? Ниже, на самом деле, мы думали о том долго с коллегами, о том, как представить информацию, по сути, это чуть более, чуть иное представление моей оценочной таблицы, по которой, сейчас я уже вручную это не делаю, сейчас это делает речевая аналитика, но в целом, вот, по которой, собственно говоря, оценивается качество телефонного звонка. Потому что, на самом деле, выработка вот этих навыков, да, вот пока, вот это вот то, что я говорила про прослушивание, оно, оно лежит в интуитивном и таком чисто повторенческом, да, таком вот неосознанном процессе, когда ты просто прослушиваешь свои телефонные звонки, или там не свои, а чужие, да, в течение двух дней, и потом начинаешь принимать телефонные звонки хорошо. Но мне часто важно, чтобы агенты или менеджеры не просто вот как обезьянки, да, копировали нужный мне навык, но еще и понимали, почему этот навык нужен и как он влияет на весь результат. Поэтому, значит, был скрипт или даже не скрипт, а речевой модуль, жесткие скрипты я не люблю, мне кажется, они выхолачивают, они снижают доверие, они выхолачивают контакт, да, они его делают неискренним, неправильным. Но на старте иногда без скриптов не обойтись, потому что вот, ну, это такая хорошая косты. Больше люблю речевые модули, а речевые модули как раз отличаются от скриптов тем, что есть вот какие-то просто блоки, да, о которых ты рассказываешь агенту или менеджеру, о которых он понимает, и он знает цель этого блока и смысл этого блока, почему этот блок обязательно должен присутствовать, ну, вот в речи, в телефонной беседе. И тогда он имеет возможность гибко, самостоятельно, своими собственными словами, которые ему привычны, прийти, да, выстроить свою речь таким образом, чтобы, ну, цель была достигнута. Вот, и внизу представлена оценочная таблица, по которой я оценивала, насколько менеджер пользуется вот этим речевым модулем и выполняет все те блоки, которые там представлены. Давайте быстренько пробежимся, сильно не будем останавливаться, потому что, на самом деле, они повторяют практически все, о чем мы говорили до этого. Ну, месяц, дата, номер телефона, менеджер, который ответил на звонок, это понятная история, это чисто цифровая, да, фиксация, как бы, ситуации. Называл клиента по имени два и более раз. Это то, что относится к блоку установления контакта, потому что наше имя – это некий ключик, да, и если человек незнакомый называет нас по имени, то, скорее всего, он все-таки уже знакомый. Поэтому это такая тоже вот маленький, не то чтобы прям, да, меня два раза по имени назвал, и все, я вообще ключи от квартиры готов отдать, где деньги лежат. Нет, конечно. У нас есть маленькое зернышко, которое мы потихонечку складываем на нашу чашу весов, да, это чаша весов доверие, потихонечку перевешивает недоверие. Поэтому это просто зернышко, которое мы положили. Называл, мы должны назвать клиента, мы должны спросить, как его зовут, как его зовут, представиться сами, и дальше в процессе беседы называть его по имени, тоже опять без фанатизма, потому что вот эти беседы с девочками из банков, Анна, а как у вас там? Анна, да, на каждую фразу они начинают со слова Анна, это подбешивает, я понимаю, что это у них зашито в скрипте, это выглядит неестественно. Но, естественно, пару раз вернуть в беседе – это нормально. Дальше. Доброжелательный тон фиксируем. Что-нибудь уже знаете про нас или про нас ЖК? Это, да, это оценочная таблица для менеджеров отделов продаж новостроек. Ну, просто вот имейте в виду, просто чисто для, как назвать это, господи, ориентировки. Дальше. Слушайте, у кого инициатива, то есть вот это квалификационный вопрос, что-нибудь уже знаете про нас или про нас жилой комплекс, чтобы была возможность зацепиться и сказать, вы впервые приезжайте, давайте лучше к нам, мы вам все расскажем. Да, или давайте я вам сразу покажу объект, вы приедете на стройку, все посмотрите, и это будет сто раз лучше. Дальше. Инициатива у менеджера. Инициатива у того, кто задает больше вопросов. Если клиент, вы слушаете, просто тупо считаете, вот слушаете свой звонок, просто тупо считаете, что клиент задал вам 15 вопросов, а вы два. У кого инициатива? У клиента. А кто должен управлять беседой? Мы. А почему мы это не сделали? Потому что мы об этом забыли или не знали. Все. Поэтому здесь просто считаем, кто задал большее количество вопросов и делаем выводы коллеги. Предлагаете ли вы или менеджера встречу с указанием выгод? Вы сможете получить. Давайте встретимся для того, чтобы в целом это звучит в процессе беседы. Если звучит хорошо, я обычно ставлю галочку, там единичку. Если не звучит, ставится нолик. Предлагают время встречи, используя выбор без выбора. Да, есть нюансики. Тоже маленькие такие вот лайфхаки в процессе беседы. Значит, первый лайфхак. Когда предлагаете встречу клиенту, лучше всего делать это на сегодня или на завтра, если сегодня уже не получается. Как только вы делаете сегодня и завтра, вероятность того, что клиент вообще дойдет к вам на встречу, кратно вырастает. Потому что если вы предложите ему встречу через пять дней, вероятность того, что она в принципе состоится, падает сразу. Поэтому кусть железа пока горячо. Предлагаем встречу сразу на сегодня или на завтра. Не откладываем вообще долгие ящики. Если он отказался, ну, как бы тогда да. Но первая возможность, сразу хватаем его, сразу ведем на встречу. Сегодня или завтра можно прям так и предлагать. Я их не очень люблю, альтернативные вопросы, они немножечко манипулятивные. Это понятно. Если вам попался клиент типа меня, который разбирается в этих во всех, я прям сразу напрягаюсь. Думаю, ага, меня взяли в оборот. Но иногда разрешаешь. Когда если тебе сильно нужно, да, мотивация велика, то как бы окей, да, я соглашаюсь. Но в целом люди напрягаются. Поэтому нежестим с альтернативными вопросами, они очевидно манипулятивны. Ну и дальше, да, вот оценивается. На встречу согласен, договорились, созвонится в день встречи, уточнить время, видите, единичка там стоит. Встреча назначена в тот же день, в то же время. Предложил встречу не менее трех раз. Вот в этих вот полях, которые кругленькие, я там проставляю единичка или нолик. Единичка, если да, нолик, если нет. И по итогам у меня выходит оценка качества воспроизводства речевого модуля или скрипта. То есть проговорил ли менеджер в процессе беседы все вот эти нюансы. Если проговорил, то оценка, как правило, будет здесь выше. Если не проговорил, да, оценка здесь будет маленькая. Для чего это нужно? Мы опять все изуродованы нашей советской системой образования, которая, несомненно, прекрасна, но в некоторых вопросах педагогических она все-таки страдает. И страдает в том числе тем, что оценку мы воспринимаем как наказание. А в данном конкретном случае вот со своими сотрудниками или у своих клиентов мне иногда приходится обучать и ставить им навыки и общую систему вот эту. Вот я всегда говорю следующее. Коллеги, нам надо зафиксировать уровень вашего владения навыками, которые есть сейчас. Для чего? Не для того, чтобы вас наказать. То есть нет задачи у адекватного руководителя прийти и подрезать всем деньги за то, что человек чего-то не знает или не умеет. Это вообще как-то странно, на мой взгляд. Это всего лишь вопрос, ну вот знаете, как начинаешь худеть. Вот ты замерила свой вес, свои объемы, а дальше ты начинаешь тренироваться. И тебе этот вес и объемы нужен всего лишь для того, чтобы фиксировать динамику улучшений. И все. И здесь это ровно такая же история. Плюс это еще сигнал, вот небольшие вот эти баллы, если они в общей системе сразу выделяются. Для меня это сигнал для руководителей или для тренера, который слушает эти телефонные звонки, прослушать этот телефонный звонок. Я хороший и слушать не буду. Или я хороший и сразу буду в банк лучших звонков отправлять. А я смотрю проблемнее для того, чтобы помочь своему сотруднику вырасти, оттренировать какие-то моменты, потому что иногда мы просто не можем это сделать. И мне нужно поддержать, выяснить, что не получилось, подсказать. Иногда есть такие технологии, когда я могу параллельно вместе с менеджером слушать телефонный звонок. Прямо в режиме реального времени он поступает, менеджер поднимает трубку, я могу вместе с ним эту трубку поднять, и я буду что-то говорить, подсказывать, как вести диалог. Менеджер будет это использовать, и таким образом у него вот этот навык будет вырабатываться. Это бывает крайне редко, например, такие технологии используются. И только в том случае, если у нас есть какие-то психологические барьеры. Ну, просто человек не может произнести какие-то вещи. Ну, не может. И тогда вот в этом случае иногда приходится вот помогать таким образом. Есть еще один момент, нюанс. Дело в том, что если встреча состоялась с этим клиентом, и при этом у вас баллы на нуле, вообще не имеет значения, так как вы поговорили с этим клиентом. Даже если вы друг на друга матом кричали, ну, это вот мое личное мнение. Но если он пришел на встречу, да, и дальше, то все. Это вот, что называется, победители не судят. Результат достигнут. Встреча состоялась. Все прекрасно. Вы молодец. Никто не смотрит на качество вашего телефонного звонка. Если это вообще нормальная история, и у вас всегда так. Я пересмотрю свои скрипты. Да, и вот у него получается иначе. Как это у него так получается? Я вот у вас возьму и приду к вам учиться. Посмотрю, что такого вы говорите, чтобы у вас получалось, да. И несмотря на нарушение всех моих там придуманных, боже мой, да, и внедренных каких-то результатов. Коллеги, я понимаю, уже затянуло. Давайте ускоряюсь. Об ожидании, да, что клиент ждет. Он действительно ждет, что мы предоставим ему информацию о рекламированном объекте. Он действительно ждет от нас подробной презентации. Но мы с вами понимаем, что если мы даем подробную презентацию, мы проигрываем об объекте. Поэтому все уводим во встречу, да, максимально сокращаем информацию. Не то чтобы прям я вам ничего не скажу, я партизан, все разговоры только на встрече. Ну нет, так тоже нельзя. Чуть-чуть информацию даем, чуть расширяем его представление о сложности и уходим. Он ожидает от нас еще чего. Он ожидает экспертную оценку объектам, предоставленным в перечне. Да, то есть он ждет, что мы не просто, например, ему выслали подборку в процессе взаимодействия с ним. Просто подборку и все, да, выбирай сам, да, сам глупый, сам выберешь. Нет, ему важно на самом деле, это ценно, это ценно, когда вы пропускаете эту информацию через себя и способны выдать ему уже выжимку, да, основную суть. Потому что сидеть и ковыряться в 15 объектов, которые вы ему отправили, ну такое себе удовольствие опять время тратить, да, и мозги свои, опять волевые усилия. Если вы еще ему сообщаете, что обратите внимание на объект номер 1, номер 2, номер 3, я немножечко расширю выборку. Вы мне сказали там от 8 миллионов, там до 8 миллионов, но я, например, сделал вам чуть пошире, да, я вам прислала, обратите внимание, там 8700 есть, 9 миллионов объект, да, он чуть-чуть дороже, но мне кажется, он вот симпатичный, он лучший и так далее и там подобное. Поэтому пропускайте, не откидывайтесь, да, это часть профессии, это часть работы, поэтому пропускайте информацию через себя, выдавайте клиенту экспертное заключение и помогайте ему сделать выбор в многообразии решений, потому что вон сколько этих объектов, да, поэтому все сравнительные таблицы. Помощь, слушай, ну давай с тобой попробуем отритинговать твои требования. Там локация, там что, не знаю, стоимость, ипотечный платеж, количество комнат, не знаю, внешний фасад, срок сдачи, что для тебя самое важное, да. Давай попробуем расставить рейтинг этих показателей, по которым ты выбираешь квартиру. Давай посмотрим, разнесем все вот, да, объекты, которые тебе понравились в отношении вот этих координат, и посмотрим, какой лучше. То есть вот эти все технологии принятия решений сравнительные, вы должны ими владеть, да, и это то, для чего, например, навстречу он может к вам захотеть приехать, и то, что вы должны делать навстречу в итоге, да, после того, как вы поговорили. Ох, коллеги, про доверие мы с вами немножечко упомянули о том, что важное имя, важные интонации, высота голоса. Чем выше голос, тем менее доверенно он звучит. Чем ниже голос, да, тем он звучит более основательно и вызывает доверие. То есть с этим тоже, если у некоторых есть быстроговорение, у некоторых есть вот это вот, когда мы начинаем торопиться, мы уходим на верхние регистры, и это звучит, конечно, по-детски. И много таких, да, на YouTube я видела экспериментов, когда, да, кто-то говорил высоким голосом или низким, и совершенно по-разному у нас люди воспринимают скорость речи, то же самое. Но здесь, смотрите, какая штука. Нам же еще важно подстроиться под клиентов в процессе коммуникации, да. Если у клиента быстроговорение, а вы начнете говорить медленно, то у вас не будет коннекта никак. Поэтому чуть-чуть подстраиваемся. Он быстро говорит, чуть ускоряем свои темпы. Он медленно, немножко замедляем. В этом смысле, да, тоже техники NLP нам в помощь. Паузы. Ох, какие важные вещи. Я вынуждена проскакивать быстро. Коллеги, это вот важные штуки. Тоже очень часто слушаю. Смотрите, слушаешь телефонный звонок, слышишь, как человек-менеджер начинает заговаривать тебя. Ему важно, ему кажется, что он, выдав большое количество информации, он, ну, решит какую-то свою задачу, да. И вы не уйдете, вы не сорветесь, вы не положите трубку, да. Поэтому и менеджеры боятся пауз. А пауза – это такой суперинструмент влияния, такой суперинструмент доверия, что, ну, вот надо осваивать этот инструмент, да, и пользоваться им. Увы, сейчас не могу привести какого-то яркого примера, но послушайте вот эти записи телефонных звонков, которые были чуть выше на YouTube, да, и, может быть, попробуйте обратить внимание на то, кто делает паузу, а кто нет, да, и как это влияет на результат разговоров. А квалификацию, коллеги, тоже хочу вам показать. Это то, что будет вам сегодня отправлено как подарок от компании InMarket. Я вам покажу сейчас свой калькулятор температуры клиента. Конечно, у вас могут быть разные, да, собственные какие-то системы квалификации клиента. В частности, я сейчас говорю об оценке и присвоении ему температуры горячей, холодной, и теплой. Но вот у меня есть такой калькулятор. Я вообще люблю все цифровать, да, многофакторный анализ. Мне ужасно нравится всякое такое. Насколько хорошо видно? Надеюсь, видно? Коллеги, как видно? Поставьте плюсик, пожалуйста. Ага, вижу. Вот здесь буквально небольшое количество вопросов, в которые вы вставите да или нет, и в зависимости от того, да или нет, вот здесь появляется какая-то цифра, которая в итоге складывается в некий процент. Вот видите, появилась двоечка. Мы сменили опять здесь. Появилась однушечка, да. И в итоге вот мы видим, что у нас температура клиента поменялась, и мы видим, что он уже тепленький, да. Или он там позвонил, совсем горячий, если у нас побольше. Да. Ой, а тут уже почему-то. Ну, вероятно, я сейчас не могу углубляться в вопрос. В общем, вот такой калькулятор вы тоже получите. Если захотите, поиграйтесь. Да, это тоже прикольная игрушечка, вот, которая дает вам варианты, возможность оценить клиента и выстроить с ним взаимоотношения, потому что чем клиент горячее, тем быстрее нам надо его гнать. То есть не надо размусоливать, не надо вот эти, ой, а давайте я вам там спляшу, станцую, навстречу. Да, давайте приходите, сразу будем оформлять ипотеку, сразу будем договор бронирования заключить. Давайте сегодня прям сразу гнать. Можно с ним быстро очень отрабатывать. Если клиент холодный, как бы вы его не гнали на следующий этап, пока он там не созреет, его надо догревать, да, для того, чтобы он созрел, за ним надо ухаживать и так далее и тому подобное. Так, я, насколько знаю, вернулась, да? Вернулась. Вернулась к вопросу. Видно опять экран? Правильно я понимаю? Ушел. Ага, хорошо. Презентацию опять видно? Да, значит, про теплых и холодных клиентов мы поговорим на нашем пятом вебинаре, который называется «Система подогрев». Мы как раз обсудим то, что нужно делать с теплыми и холодными, да, не просто там, ну что созрели, ну что созрели, а все-таки что у них спрашивать, что им, какую информацию им давать, как часто им можно звонить или писать, и какие еще инструменты прогрева существуют. Существует вот это все подробно мы обсудим 14 июля в час. Шокирующие советы. Уже все на финальной стадии, мои коллеги. Шокирующие советы такие. Звони и предлагай объект, от которого клиент уже отказался. Не бойтесь. Да, вот эти вот про отказы, нет, мне не подошел, если вы выслали подборку, но вы считаете, что этот объект хорош, или поэтому объекты появились новые, вводные. Вот про новые вводные. Да, у N-Market появился опять новый сервис, при котором сам застройщик может сделать индивидуальное предложение вашему клиенту. И здесь, наверное, стоит упомянуть о том, что помните, что есть такая практика, против которой борются на самом деле застройщики, и они правильно делают, я полностью на их стороне, и практика эта называется поделись комиссионными с клиентом. Вот я считаю, что так работать совершенно нельзя. Более того, допустим, если вы работаете с тем же N-Market, или вообще с застройщиком более-менее адекватным, у которого есть партнерские каналы, которые этот вопрос контролируют, он не будет это терпеть. Ему это сильно не нравится, и это считается прям невероятным преступлением. И если вы так поступаете, то всяческие вам будут наказания, вплоть до отказа продавать и запрета продавать этот объект, например, через N-Market, или, в принципе, застройщик может отказать вам в продаже собственных объектов. Так вот, альтернатива подобной стимулирующей вещи, я понимаю, почему агенты это делают, и, конечно, это часто результативно, но альтернатива, это запрещено. Поэтому альтернативой подобной штуки является индивидуальное предложение от застройщика. Теперь они видят клиентов, ну, не то чтобы они видят прям клиентов, да, но они видят, они имеют возможность видеть, что есть там закрепление за определенным клиентом. Этот клиент, например, застрял на какой-то стадии, или в целом у застройщика идет какая-то акция, например, закрытая только по клиентской базе, такое бывает, и у застройщика есть возможность сделать это предложение не напрямую клиенту в обход вас, нет-нет-нет, через вас. То есть вы здесь можете послужить тем самым гарантом и таким тоже, знаете, человеком, который повлиял на застройщика и выбил для своего клиента какие-то спецусловия. Вот теперь у инмаркета есть такой сервис, тоже поподробнее они расскажут, вы задаете вопрос про него в чате, он совсем новый, я про него практически ничего не знаю, я знаю только, что вот теперь такая штука есть. И поэтому, даже если ваш клиент отказался от этого объекта, но, например, причина отказа какая-то там, может быть, не суперсущественная, и поэтому к объекту появились новые вводные и застройщик готов предоставить спецусловия, то не бойтесь предложить этот объект клиенту заново, потому что это прекрасное, у меня масса случаев, когда клиенты согласны были на эту покупку, когда они уже до этого отказались. Предлагаю сразу несколько вариантов, это классическая история, когда мы показываем не один объект, а все-таки стараемся показать 3-4 лучше объекта, и выстраиваем эти показы определенные, ну, один там супердорогой, один там очень плохой, очевидно, на отказ, и два других средних, скорее всего, между которых клиента выберем. Ничего в этом нет, да, это немножечко манипулятивно, но с другой стороны мы ускоряем принятие решения, да, и не растягиваем вот эту вот всю тянучку на огромное количество времени. Просите рекомендации и звоните, даже если клиент уже купил, об этом подробнее поговорим с вами про на этапе прогрева. А на этом спасибо за внимание. Вот здесь все контакты. Если нужны вам дополнительные материалы, вы можете оставить заявку куда-то мне написать, либо по универсальной форме, либо в телеграм-канал. Задать все вопросы про продукты ин-маркета вы можете под презентацией, там есть кнопочка телеграм-чат. Спасибо вам огромное за сегодняшний вебинар и за ваше внимание. Давайте, если есть вопросы, задайте, пожалуйста. Я сейчас посмотрю, может быть, они были в процессе вебинара. Встреча состоялась, но после встреч клиент, получив нужную информацию, уходит к застройщику. Бывает ли такое? Коллеги, если встреча состоялась, если вы... Давайте так. Бывает ли такое? Бывает. Бывает ли такое, даже если вы супер-пупер отработали все этапы взаимодействия с клиентом на всех этапах и утвердили свою ценность? Да, бывает. Бывают хитрые клиенты или какие-то почему-то считающие, что они смогут выиграть. Но, во-первых, у вас есть возможность зафиксировать, уникализировать клиента через сервис ин-маркет. И даже если он уйдет условно, напрямую, у вас есть возможность все-таки как-то этот вопрос решить уже даже после его визита к застройщику. И в целом, все-таки мне кажется, что надо сделать все возможное. То есть вот все, о чем я говорила на протяжении предыдущих двух, уже трех вебинаров, если вы все, возможно, сделаете, вероятность того, что он уйдет напрямую к застройщику, резко падает, прям резко, потому что вы доказываете вашу ценность и ваш профессионализм клиенту. От профессионалов редко уходит, если клиент адекватный, но бывают такие, которые вот... Такое тоже случается. Поэтому воронка продаж у нас с вами, воронка продаж. Но мы с вами должны сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Дальше. Есть описание смысловых блоков в речевых модулях. Коллеги, вот в презентации есть, ну, во-первых, смысловые блоки – это установление контакта, выявление потребностей, презентация, отработка, возражение, закрытие – это и есть смысловые блоки. А вот эти вот уже нюансики, которые к каждому блоку имеют отношение, это вот в оценочной таблице вы можете посмотреть в этой презентации. На YouTube ссылка, пожалуйста, можете посмотреть, повеселиться, испытать испанский стыд, возможно, кому-то хочется пощекотать себе область желудка, потому что он где-то здесь, мне кажется, находится. Так, вот здесь не очень понимаю, это какой-то вопрос. Почему после фиксации контактные данные клиента сливаются? Почему? Да, бывает такая история, неприятная, но на самом деле это происходит вообще вот при моем, например, регулярном прозвоне застройщиков тоже бывают, были, помню, случаи, когда я звоню застройщику одному, а потом на меня обрушивается шквал звонков от огромного количества других игроков рынка, причем они все бестолковые, про одно и то же, мне может одна и та же компания с одним и тем же вопросом позвонить 10 раз, вот, от чего это происходит? от того, что мы живем в несовершенном мире, вот, но коллеги из инмаркета говорят, что нет, не сливаются, у них все надежно и эти базы остаются под защитой, и вообще законы персональных данных все это запрещают делать по-хорошему, вот, и так далее. Ну, наверное, все, коллеги, да, на этом мы завершим, жду вас на следующем вебинаре, посвященном работе со заражениями, после которого вы перестанете бояться заражений, и вообще будете им радоваться, как чему-то очень хорошему. На этом все, хорошего вам дня, хороших, легких сделок, приятных клиентов, верных, ну, и хорошего вам дохода. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова